С Днём Победы, дорогие друзья! Продолжая нашу предыдущую тему о кадрах, мы рассмотрим влияние личностного фактора на формировании Победы во Второй мировой войне, из чего она складывалась и какие люди осуществляли, собственно, реализовывали это Победное шествие наше. Ну, прежде всего, рассмотрим предысторию, какая была предыстория, кто были командиры наши при советской власти. Ну, было известно, что ещё до войны были введены персональные звания, такие звания, как маршалы Советского Союза, и эти маршалы осуществляли высшую руководство, связь с секретарём, с генеральным секретарём партии, со Сталином. Это было в основном пять маршалов, которые я назвал их как маршалы для битья. Вот мы сейчас их рассмотрим с точки зрения, опять же, нашего дорогого Пифагора. Вот они, наши маршалы для битья, которые были в СССР. Первые маршалы СССР. Кто был первый? Ворошилов, Будённый, Егоров, Блюхер, Тухачевский. Вот их параметры с точки зрения Пифагора. Это один, два, три, четыре. Это позиция в матрице Пифагора. Мы рассматривали в тот раз. В лекции кадры решают всё. Вспомните. И вот сколько у них было единиц, двоек, троек, четвёрок, пятёрок, шестёрок, и так далее, до девяток. И какая у них была сумма IQ вот этого. И таланты. Ну, мы видим, что особыми талантами ни один маршал не отличался. Вот только вот Будённый отличался, Семён Михайлович. У него был талант на четвёрочку. Вот три. Вот эти клеточки. Один, два, один. Это его талант. Сумма 13. Также Егоров имел сумму 13. У него был талант на троечку. И у основных, у всех остальных была вот талант на троечку. Только вот двоечка была у Блюхера. Основное отличие. Вот Будённый и Ворошилов. Семёрку. Посмотрим семёрку. Семёрка – это удача у нас, да? Вот они оказались у нас удачными. А у остальных, у всех, у Егорова, Блюхера, Тухачевского, видите, по нулям идёт семёрка. Несмотря на то, что сумма у них примерно у всех. Ну, конечно, вот 11 Блюхер, у него явно меньше. Хотя он в заговоре не участвовал. Все многие изговорщики были реабилитированы. Заговор против Сталина имеется в виду. Вот эти три маршала, они были уничтожены. Егоров расстрелян, Тухачевский расстрелян, Блюхера забили в Лефортовской тюрьме. Просто забили и всё. Будённый, видите, точка около него стоит. Будённому, к Семёну Михайловичу, тоже хотели арестовать дорогого нашего каванериста. Но не на того напали. Он выхватил шашку и с криком, кто первый, набросился на арестовывающих товарищей, которые мигом ретировались. Об этом случае доложил, Берий доложил Сталину. И Сталин приказал не трогать товарища Будённого. Его не трогали вообще больше никогда. То есть он оказал активный. Вот видите, что значит, большое семёрка, везение, везуха такая. Несмотря на то, что у Ворошилова насчёт у Мата было девятка, вот ноль, а у Будённого-то была единичка. Он более талантливый был, Будённый. Так, вот такие вот у нас были маршалы. Они все отличились в Первую мировую войну. Ну, известно, что Тухачевский участвовал, был главарём этого заговора. Ну, не первый, конечно, покушался на заговорщики были. На Сталин много было покушений. В том числе со стороны его ближайших товарищей, ближайших подпуль... Которые работали с ним ещё в подполье. Вот. Ну, Тухачевский, в общем, свинтил такой... Скрутил этот заговор довольно крутой, который охватывал большие силы военного командного состава. Вот, смотрите, по этому заговору, конечно, там щипки летели и всё такое прочее. Было репрессировано... Сколько у нас было? Репрессировано от 25 тысяч, точно неизвестно, до 33 тысяч командиров только одних. В том числе высшего командного состава, ВКС. 65% более общего состава командиров. Маршалов 3 было ликвидировано, командармов 20, комкуров 69, комдивов 183, комбригов 247 человек. Комбригов. Вот, ну, первый был арестован не Тухачевский, не Тухачевский. Первый арестовали вот товарища, который представлял наибольшую опасность для... как заговорщик он. Большую опасность, хотя он был не главарь. Вот некто Примаков. Он комкор был Примаков. Ну, посмотрите в интернете, я не стал даже имя отчество выписывать. В 36-м его расстреляли. Ну, я его называю комбрик. Он был комбрик, а потом как пор. Почему комбрик? Вот смотрите с юмором. Комбрик. То есть он был... Его вторая жена была Брик, известная Лили Брик, которая была вот с Осипом Бриком, работником ЧК. Она сама являлась работником ЧК НКВД. И, значит, вот с Маяковским она. У них была одна семья на троих. Брик, Маяковский и Осип Брик. С Осипом Бриком она разошлась и с Маяковским в 1925 году. Ну, вот он начал метание. Маяковский в связи с этим, значит, он с другими познакомился с женщинами. Завел двух детей. Дочка недавно у него 90 лет тут скончалась в Америке. И сын у него был. А вот Брик потом вышел замуж за вот этого комбрига Комкора Примакова. Он-то и был арестован. Смотрите, какие у него хорошие данные. У него, кроме здоровья и связи с землей, у него две семерки, две удачи. Вот, я думаю, одна удача – это вот это Брик. А вторая, первая жена у него была дочка Котсюбинского, известного писателя украинского Котсюбинского. Вот, это у него две семерки были. Больше он ничего не получил. И три восьмерки, как у Сталина у него было. То есть ум государственной и способности руководителя были большие. Он Южным фронтом, Южным командовал и имел большой особняк в Крыму. Жили они с Лили и Брик 6 лет. И после этого он был арестован. Но есть вероятность, что она его сдала, потому что кто с ней был связан, все они, в общем-то, плохо кончили, эти товарищи. Сама она дожила до 86 лет. После этого она упала, сломала шейку бедра и приняла яд. То есть покончила жизнь с самоубийством. А вот данные, какие матрицы у Тухачевского. Вот видите, у Тухачевского семерки нету нолик. И очень большая переоценка собственных сил. Вот по вертикали 8 цифр. 3 единички, 3 тройки, 3 двойки. То есть у него была мотивация очень сильная, характер довольно-таки сильный. И энергетика 2 двойки. Это как у медработника. И 4 у него была духовность. Вот четверка по диагонали главная. Тройка сексуальность. Ну, человек он был, в общем-то, не такой уж выдающийся по сравнению с Примаковым. Здесь у Примакова, конечно, возникает вопрос. Может быть, он дату в анкете записал, дату не ту. И эти параметры не Примакова. Мало того, кроме всего прочего, могу сказать, что после вот этих наших лекций, предыдущей лекции, и этой, многие руководящие работники вынуждены будут изменить свою дату рождения. Потому что уж очень точно Пифагор характеризует их траекторию жизненного пути. Вот таким образом. Это первые маршалы, маршалы для битья. Вот они. Еще раз покажу их параметры. И заметим, что они все были рождением 80-х годов позапрошлого века. И вот два молодых, более 93-го и 90-го года, три молодых были вот эти, которых как раз и расстреляли. Сравнительно молодые они, 93-го, 90-го, 93-го. Вот такая была чистка. Это было перед, как раз, когда господин Гитлер узнал, что Иосиф Сырёнович так очистил от командного состава Красный Армян, сказал, что да, можно теперь свободно наступать на Россию. Россию можно брать теперь голыми руками. Вот. Плюс к тому же я показывал в тот раз саму матрицу на Иосифа Сырёновича. У него все параметры очень отличные, как отец народов. И единственное, что у него было, у Иосифа Сырёновича, вот он Сталин, у него три восьмерки. У него не было логики. Ноль логика. Но удача была зато две семерки. И очень большой талант. Шестёрка. И самооценка незавышенной совершенно. Целеустремлённость большая шестёрка. То есть параметры идеальные, кроме логики. Вот поэтому вот это отсутствие логики, как я в тот раз говорил, и привело ему к тому, что у него было при стремлении удержать власть в своих руках, он много щепок, как говорится, лес рубит, щепки летят. С щепок было десятки тысяч. Ну, не считая младшего состава, а там с десяток, около сотни, более сотни тысяч человек. А если с гражданскими считать, там тоже чистка была большая, то перед войной, в общем-то, оголились многие места в нервной жизни нашей армии и военно-промышленного комплекса. Но зато от врагов избавились. Много полезного отбросили, но и от больших врагов избавились. Вот таким образом. А перед началом войны, там маршалов, собственно, не было, вот Тимошенко только, вот начальник штаба, но он, значит, и он был, фактически, когда 22-й, он сразу заболел его, перед войной, начальником генштаба был назначен Жуков. Ну, они тогда еще маршалами не были, ни Жуков, никто, ни Василевский. Война начинается, значит, сил-то много у границы, команды нету на развертывание. Команда поступила только, телеграфировали только 22-го числа, 21-го числа ночью на 22-е. Буквально за 4 часа, но там развернуться было никакой невозможно, тем более, там маршал, то есть, этот генерал Кулик плясал с девушками, там танцы, все командиры отдыхали, расслабленные были. И полная неожиданность, конечно, это было. Единственное, что морской флот, он самостоятельно решил вопрос, он без команды начал действие. Вот таким образом, это начало войны. После этого, кстати говоря, начальником штаба назначается Жуков. А экзамены у Жукова в свое время, когда он учился на высших командных курсах, принимал Конев. И Конев характеристики Жукова написал, четко и ясно, что к штабной работе не приспособлен, так он резко ее ненавидит. Определенно ее ненавидит, эту штабную работу. А его поставили начальником, как раз он был начальником штаба. И вот, значит, с работой штабной он не справился. Оперативное управление не было налажено. А более-менее талантливые люди были, поэтому Сталин первые дни войны, вот говорят, Сталин там не был, он там где-то там болел или чего, он сидел в генштабе. Сталин сидел в генштабе, сам вынужден был разбираться вот с этой Жукову, прикрывать, как говорится, зад, налаживать оперативную связь с войсками, выяснять обстановку на местах, развертывать план. Далее, значит, уже, когда поступили войска уже непосредственно к осени к Москве, значит, ближе к Москве он сам себя назначил Сталин, Политбюро его, в принципе, и он сам написал проект резолюции Политбюро, он Верховным Главнокомандующим стал. Ну, начальником штаба, естественно, пока оставался Жуков, но потом, когда фронты-то все развалились, в связи вот с этими операциями, которые подмосковными, тут и Говоров даже не справился, что он кинул Говорова туда и Тимоши, ну, никто из маршалов, которых он, ну, не маршалов, они еще генералы были, никто не справился, вынужден он был, значит, принимать оперативные решения и выходить как-то из этой обстановки. Кто противостоял? Вот мы рассмотрим, кто же они были, вот эти были маршалы у нас для битья, но это были маршалы у нас, эти победы, вот с которыми, которые в результате военных действий, загубив миллионы, многие миллионы и сотни тысяч ни в чем не повидных солдат, своими неумелыми действиями, они все-таки потом отыгрались на фашистах. вот их таблицы, эти маршалы, кто они, Конев, Малиновский, Мерецков, Говаров, Василевский, Жуков, Рокоссовский, Толбухин. Вот эти маршалы, они в основном многие еще в Первой мировой войне участвовали, опыт имели, конечно, большой опыт, но учитывая то, что вот внезапность нанесения ударов и плюс того их все время кидали с фронта на фронт, с дивизии на дивизию и толку от них не было, тем более, что вот смотрите, какая у них была матрица. Вот пятерки, обратим внимание на логику пятерки. Видите, только у одного Василевского двойка, вот две пятерки, два обведенные в кружочке, это Василевский. Вот. И у Толбухина единичка логика. А у остальных нулевки. Ну, то есть не обладая логикой интуиции, тяжело руководить войсками вообще. Благо, что у Сталина была по логике тоже две единички, поэтому они быстро друг друга нашли, вот эти люди Василевский и Сталин. И уже в 42-м году назначается, начальником штаба назначен Василевский. Ну, он и был штабным работником, он был учителем одно время, у него таланты преподавания, работа с людьми и широта знаний, материал охват большой, мог он связывать вещи и и самое главное прогнозировать и плюс тому беречь кадры, о чем он все время заботился, о кадрах. В этом отношении вот он и Рокоссовский, они, Жуков, конечно, не жалел. Бабы, говорят, еще наружают. Чего их жалеть, солдат-то? Он кидал конницу против танков. Вот такие маршалы победы. Данные у них какие? Вот общий, мы же вывели в тот раз общий IQ этих маршалов. Общий IQ, сумма всех цифр в матрице, количество цифр. Самый талант был конец, конечно, тут уже не отнять. У него талант 2-3, плюс 1, шестерка талант у него. И второе место Малиновский у него 14. Но несмотря то, что у Василевского 13 всего было, и у Жукова 13, но вот пара Василевский-Жуков, Василевский как связующий звено, как штабное звено, а Жуков как оперативно-исполнительное, вот эта пара плюс Сталин, вот эта тройка фактически и решила всю войну. Ну, конечно, когда разобрались с обстановкой, здесь и многие эти маршалы сыграли большую роль. Ну, вот, в частности, свою роль очень важную в Курской битве Мересков сыграл, Говаров он сыграл в обороне Москвы, в зоне обороны Москвы, ну, и там на Ленинградских фронтах. Василевский он так и был до 45-го над штабом, но все время выезжал он на фронты, обеспечивая связь на стыках этих войск. Ну, под конец, только когда уже перешли войска на сторону в другие страны, за границу, тут он попросился в действующую, когда уже на завершающий этап, тем более, там Черняховский погиб, и он вот на Калининградский, Кенигсбергское направление был кинут, где он, кстати говоря, вот, провел операцию блестящую, которая в учебниках будет еще очень долго изучаться, эта операция, как он блестяще там разбил Кенигсбергскую эту группировку, сколько он там набил этих немецких дивизий. Вот такие вот вопросы. И кто же вот этим людям, которые, имея, конечно, колоссальный опыт в Первую мировую войну, но в то же время они были молодые, вот смотрите, здесь какой средний возраст у них, вот красными здесь где-то вот так, что ли, вот так вот, где-то так, не тут взял, не там, вот так что ли взять, ага, вот красными, смотрите, 44, 45 лет, 44, 44, 44, вот это их возраст, 45, 41 год, 45, 47, значит, максимум 47 лет, это для высшего командира это самый хороший возраст. теперь, кто же им противостоял со стороны Германии, блестящие командиры, вот только некоторых зачитаем, например, Манштейн, Манштейн, это самый авторитетный генерал-фельдмаршал Третьего рейха, надо сказать, ну, такие люди, как Клейс, Клюги и другие Паулюс, но Паулюс стал фельдмаршалом только, когда уже его окружили здесь, в Сталинграде, но все равно Модель, Вицлебен, ну, Геринг мы не учитываем, это Кейтель и так далее, и так далее, вот Шорнер, Вайкс, Рунштетт, вот эти блестящие вояки, вот их характеристики, вот видите, у них 15 ни у кого не было, а у них у четырех было по 14, вот это Манштейн, Рунштетт, Вайкс, Шорнер, и они были, кстати, очень умные, вот видите, у них талант на пятерочку был, пятерка, на четверка, но только вот это, у двойка, у Вайкса была талант, а у Манштейна на четверку талант, но у всех, заметьте, у всех пятерка, логика, вот пять, пятый столбец, у всех имеется, кроме некоторых, вот например, модуль, у него ноль, и пятерка, значит, у кого еще, у Шорнера пятерка ноль, вот только у двух, но тут еще есть, вот я их всех выписал, кому надо будет обратиться, я вам подробно вышлю, вот, ну и что самое интересное, вот их дни рождения, и мы посмотрим сейчас их дни рождения, вы видите, все они родились 1880 в основном, 90, 70 даже, то есть у них возраст в 41 году был 60, вот у одного только 49 лет у Шорнера, а у остальных здесь 48 нет, вот 48 было у Геринга, молодой был, но он был инвалид, чего с него взять, и вот, а у остальных 59, 60, и так далее, и так далее, 57, это уже за 50, а у тех до 50, а у этих перед 60, перед пенсией, о чем это говорит? Это говорит о том, что старый компсостав, он уже перетертый, он уже никуда в принципе негодный, но сам по себе, по коэффициенту, если его взять в хорошие руки, если бы им руководил этим компсоставом Сталин, скажем, но мы же с вами видели, что у Гитлера, у него хоть большая была сумма, IQ у него была высокая, тоже, как у Сталина государственный ум, у него не было везения, семерок, у него не было семерок вообще, то есть, вот этот невезучий человек, Гитлер, и он такими вот высокологичными, высокоумными генерал-фельдмаршалами командовал, и вот даже один из них писал, ну, может быть, Гальдер писал, что Гитлер загубил всю команду талантливых военачальников, то есть, все их таланты он полностью заземлил своим волюнтаризмом, ну, это все равно бы как вот, ну, я не знаю, типа Хрущева был этот Гитлер, ну, по отношению к своим, конечно, культ личности, и культ личности при невезении, если у Сталина был культ личности, но с везением, но это еще куда не шло, он даже с таким, который комсостав был хуже гитлеровского, все равно он справился, вот именно этот триумвират, найдя, вот этот триумвират, сам он плюс Василевский, плюс Жуков, вот остальные, значит, уже команда начала играть по заданной и мелодии, которую эта Троицева задавала, и подыгрывали хорошо, на втором этапе, когда резервы были уже, это промышленность развернула в тылу, начала производить самолеты, пушки, танки, из тыла начал приходить свежее пополнение, здесь уже наши на коне оказались адмиралы, то есть генералы, вот, таким образом мы видим, что недостаток был, два недостатка было у Гитлера, почему он проиграл, и оно согласуется, самое главное, вот это с оценкой Пифагора, очень хорошо, я на что обращу внимания, я не хочу никого ругать, ни команда, ни, которые там вот это все, они уже все кто-то прославлен, кто-то наоборот похерен, дело не в этом, а мы сейчас проверяем, как это играет на, для будущего, для будущей кадровой работы, для будущего составления высшего командного состава, кого поставить на высшей командной должности, кого поставить президентом, кого поставить вице-президентом, и так далее, то есть, можем ли мы опираться на эту науку, которую дает нам Пифагор, или это все ерунда, эти все таблицы, вот мы, на этом мы проверяем, и видно, вот, что действительно, если у Манштейна, у Манштейна и везение было, и было государственное мышление, у него было как у Сталина на тройку, три было восьмерки, единственное, у него не хватало у Мишка, ну, и не было у него такой, ну, чтобы триумвират такой составлен был, хотя бы из двух друзей генералов, как вот Василевский и Жуков и Сталин генералиссивус, то у них такого содружества-то не было, под конец они только хотели уже в 44-м году Шталфенберга как говорится, бомба не сработала, но ранила немножко Гитлер, но там по этому заговору очень многие были расстреляны, многие застрелились сами, вот эти генерал-фельдмаршалы, которые участвовали, были причастны к этому заговору, то есть они под конец поняли, что у них на них висит эта обуза, вот этот дедушка весноватый, который в общем-то привел их всех в поражение, такую блестящую армию, которую они собрали со всей Европы, и таких союзников закупил, вот, ну это говорит о том, о чем еще, что не важно иметь вот такие большие параметры по вот этой табличке пифагоровой, важен еще вектор направления движения, вот когда у него был правильный вектор направления, то есть он стремился Европу объединить, это было не противоречило ходу истории, объединение Европы, а как она сейчас объединилась с ЕС, это же, если бы он только эту цель ставил, то он несомненно, то есть это еще от стратегического вектора развития, он перешел грань, перешел ту грань, куда нельзя было ходить, поэтому тут даже если бы он был семи пядей во лбу, и у него было бы три семерки в матрице, он все равно бы проиграл, потому что против воли неба уже, говорится, никакой Александр Македонский не справится, вот, ну и что мы должны еще это сейчас вот рассмотреть, рассмотрим наш современный высший состав Российской Федерации, для, просто для интереса, у нас генерал армии, я здесь написал генерал, полковники, они сейчас генерал армии, маршалов нет, последний маршал был не Соколов, но Язов, он был СССР, а потом маршал отменили, и последний маршал был, забыл его фамилию, но он потом его сняли с маршала, он помер просто этот, министр обороны был, а вот сейчас который, вот действующий у нас высший консульство, ну кто тут вот, вот Бортников, генерал армии, вот его параметры, у него сумма 14, неплохая сумма, взять Золотов, вот он сейчас назначен на новый пост, новые гвардии возглавляет, у него 14 тоже, и талант четверка, но Бортников с талантом меньше, Шойгу, он сейчас возглавляет армию фактически министр обороны, вот у него такие параметры, у него талант это, но сумма 13, талант, у него очень хорош, логика, он штабной работник, так же, как вот Золотов и Бортников, у них пятерки, двойка, и вот у нас сейчас вот эти года рождения, 50-е, они связаны с тем, что 50-е годы дали людей, отличающихся хорошей интуицией и хорошей логикой, потому что тут даже в году имеются пятерки, у некоторых даже с 55-го года, и вот у них средний возраст, смотрите, 62, 61, 61, 59 у одного, самого молодого, 59, второй, вот последний, это кто у нас тут, Попов, ага, вот, 62, остальных 66 даже есть, вот, пожалуйста, вот, да еще продлят, и сказали это чиновников увеличить срок, что мы видим здесь, мы видим возрастной состав-то наших этих всех товарищей-то, возрастной состав большой, и видим, что вот есть товарищи, второй столбец, вот, четверка, пятерка, шестерка, вот, у некоторых есть пятерка, то есть они не военные, они бухгалтера, они в основном деньгами должны заниматься, они, в общем-то, и занимаются не своими вопросами, а финансами, финансовыми вопросами, так же, как их дети, вот, таких людей есть у нас, вот, четверка, пятерка, шестерку просуммируете, у Бортникова это пять будет, у Шойгу тоже пятерка, тройка, плюс две единички, ну, у остальных, ну, вот, и у последнего тоже, у Попова четверка, это, два, один, один, ну, чем отличается, что здесь везений побольше, не везунчиков так мало, не везунчиков мало, ну, нулевка, семерка, вот, только раз, два, три, три невезунчика, ну, очень плохо, вот, с восьмерками, у, нули, у четверых, а у остальных по единичке, то есть, у них долг, чувство долга, слабо развито, зато, вот, у них, вот, с умом, все в порядке, такие же умные, как, генерал-фельдмаршал, третьего рейха, в общем-то, параметры совпадают и по возрасту, и кое-что тут, это, что-то напоминает какую-то аналогию, вот, значит, две особенности мы видим в современном комсоставе, это первое, слишком большой средний возраст, как в третьем рейхе, ну, нам могут сказать, у них хорошие условия жизни, Сталин им жизнь не сокращает, живут они в прекрасных условиях, это, ну, это не оправдание, известно, что, в военном деле там очень жестко надо соблюдать график движения, если ты в 45 генерал не стал, то ты уже, как говорится, маршалом, генерал-полковником ты и не станешь, с логикой явный прогресс, не с логикой, но в то же время нет, чувство духа, чувство долга уменьшилось, тут уже никуда не денешься. Здесь хотелось бы, вот как образец, показать пророка одного, мы же занимаемся чем? Занимаемся подготовкой к пророчествам, о чем нас Библия все время толкает, Евангелие нас толкает. Пекитесь о делах пророческих. И вот мы возьмем такого одного пророка для образца. По рисункам, по книгам которого работал Жуль Верн, работали многие люди, и в том числе книгу этого пророка изучал Ленин, и план Гойл-Роу, вот он был взят оттуда, то есть почему Ленин, как говорится, как яркая звезда вспыкнул, может быть именно потому, что он вот на этой волне сидел, которая была обозначена в пророчество у этого товарища. Его звали Альбер Робеда, французский, французский художник. Альбер Робеда, он не только художник, он еще и писатель. И тесно взаимоделся с Жуль Верном вплоть до кончины самого Жуль Верна. Ну и дальше он работал, он где-то скончался в 1922 году, в 1922 году, а рожден он был в 1848 году, то есть он в середине позапрошлого века рожден, а в прошлом веке, в 20-х годах, уже когда его пророчества все сбылись, которые он предсказал вплоть до революции в России, он там такие детали описывает, и военные все изобретения, которые вот в частности даже он до сегодняшнего дня предсказал вот эти военные применения биологического оружия, вот эти СПИДы все, которые все эти вирусы и так далее, и так далее, вот, и работы с этими органами он все этой зомбировки все это он предсказывал, вот они у нас Робида, у него такая матрица по Пифагору, видите, у него характер три, четыре единички, два у него это энергия, тройка это мотивация, здоровье у него было двойное здоровье, не было у него логики, не было привязки к земле, но зато было везение ужасное, и две восьмерки обязательно человек долга, и ума была палата две девятки, но все остальные суммы у него очень хорошо пляшут, что по вертикали, что по диагонали, то есть можно считать, что это матрица для пророка, и это очень интересно, если у кого такая матрица, то мы должны быть пророками, художниками пророками, вот, ну для сравнения нашего, как говорится, одного из воспитателей, есть у нас воспитатели духовных лидеров, типа как был Аристотель у Александра Македонского, вот, Аристотель философ, и воспитал он его так в своем духе, и вот у нас есть такой вот в РПЦ вот Осипов Алексей Ильич, он воспитал очень много вот этих наших врясах замполитов, как я их называю, вот его матрица, кстати, у него есть пророчество, он правда основывается не от себя тянуть, пишет, а из литературы черпает, видите, у него три единички, три двойки и три тройки, вот он при святой троице преподает, у него все по три, но нету опять же логики, нету связи с землей и нету везения, почему нету, потому что книжки его уже начали сжечь, потому что он там задевает высшее духовное руководство, за определенное место он их берет, вплоть до патриарха, поэтому вот эти вот места все, они защищают чем? А теми фашистскими методами, которые эти были распространены раньше, сжигание книг, это первое было гитлеровское мероприятие, мы знаем, и сейчас вот труды Осипова, а почему? Почему жгут его труды Осипова? Вот зайдите в ютуб, тут у него есть лекции Осипова, и вот он в одной из последних лекций сказал, что антихрист должен появиться где? В России, А у нас все ждут вот появится царь, вот сейчас Путин уйдет, появится какой-то царь, хороший, да все, а оказывается это не царь, это же и будет антихристом. Какие есть подтверждения этого пророчества Осипова? А они есть подтверждения такие, что приехали сейчас из Европы опять же это вот сообщество титульной нации, это которое в мире не может определить свое место. То едовое страну устраивая здесь на Ближнем Востоке, поближе к берегу моря, вот это, добились они в результате Второй мировой войны вот этот участочек они себе хорошей святой земли, как говорится, оттяпали. Но там им уже живется плохо. Бербежан их не устраивает там ближе близко китайцы. Значит, Америка не устраивает потому, что там Жириновский вот недавно выступал, он же говорил, что мы туда не можем своих послать евреев, потому, что там негры, там же везде негры командуют. И вообще там еще мексиканцы, там такая куча, что в нашем там дураков нету, а нам нужно дураками руководить. Он намекает, где самое место в мире-то благодатное? Вот России, где дураков много. И вот они сейчас все стекутся, уже Путин сказал, что к нам приезжайте, к нам приезжайте. приезжайте. То есть квартира это наша всеобщая, а тут выдвинутый, как говорится, выбранный нами представитель господин Путин в эту квартиру в нашу Таракановка, ну или я это не буду оскорблять, но он приглашает жильцов и будет им сдавать это жилье наше общую страну. Вот о чем речь-то идет. Приезжайте к нам, приезжайте, приезжайте. А кто дал распоряжение? Кто дал? Где референдум? Где обоснование? Кто разрешил? Хозяин квартиры кто? Народ. А ты вот зовешь и зовешь и имеешь ли такое право конституционное? Нет, не имею. Вот о чем речь идет. Вот поэтому эти все обоснования дают право считать, что предсказание этого предсказателя Осипова оно не беспочвенно. Вот основываясь на... Вот теперь мы рассмотрим что мы имеем за бугром с той стороны. Какие там высшие командиры у нас и какие у них особенности. Вот нескольких я выписал. Очень тяжело найти их. Кстати говоря, там они все свои в интернете не найдешь нигде. чем команды там 200 что ли тысяч человек в Пентагоне работают. 200 тысяч человек только управление. Вот он нашел одного Эштон Картер. Вот он тоже с тех же годов что и наши вот Орлы с 54 года. Вот у него видите какие характеристики хорошие. Ну характер у него конечно единичка одна. энергетика тоже одна. Но мотивация зато у него большая. А на что у него мотивация? Вот на здоровье. 4 у него 3 четверки это здоровье лошадиное у него. И логика есть пятерка. Вот четверка у него по вертикали вот второй столбец здесь. 3 четверки пятерка дает четверку. 4 цифры. Это говорит человек денежными вопросами у него все схвачено. И вот у него семерка есть удача но нет у него совершенно никакой чувства долга. То есть он в принципе на все может начать на любого президента и на любого подчиненного и вышестоящего и нежестоящего. Чувства долга у него нет. Вот совсем атрофировано. Вот другого возьмем представителей это вроде флота. Это у них кровавый Роджер. Вот Майкл Роджер. Ну его и фамилия Роджер за США. Вот он видите с 59 он молоденький более у них. У них у него вот характер шикарный. Это действительно морской волк. 5 единиц. 2 двойки это у него энергетика. 3 тройки мотивация хорошая. Но у него ноль здоровья шикарного моряка. Ром. Но зато логика у него 2 пятерки. И ум конечно колоссальный. Ум у него 3 девятки вообще. Но тоже никакого чувства долга и никакой удачи. Сумма 14 зато. За счет чего? За счет волюнтаризма. Вот этот характер волюнтаристский. И 3 девятки. И вот у него духовность десятка. А мы знаем, что если десятка у кого было у нас. Это волюнтаризм. Это равносильно вообще бездуховности. Обратная сторона духовности. Фанатизм. Фанатизм. Вот еще такой тип иностранный США. Кто он? Кру. А Петриус. Он часто звучит в прессе там во всех этих Петриус. Он вроде по Европе там у них подвизается. У него сумма трена. Ну, вот такая матрица. У него тоже характер хороший. Энергетика большая. Вокруг себя он может вампиров собирать. здоровь у него конечно слабая. Потому что все идет людям отдает энергетику. Удача есть. И вот восьмерка есть. Одна и девятка есть. То есть у него параметры такие середнячковые. Шестерка духовность у него выше среднего тоже. Вот Петриус. Он поэтому слуху потому что у него матрица более менее. Вот Данфорд. Сухопутный что ли сел. Не знаю кто он. Кто он не знаю. Но вот высший командир. У него тоже логика как у Шойгу три пятерки. Характер четыре единички. И это все при нем есть. Кроме семерки. Кроме везения. А духовность восьмерка это зашкаливает конечно. Вот вот такой вот состав. И тоже старенькие они все. Тоже для командиров таких для оперативных командиров они не годятся. Хотя логика интуиции у них большая. То есть они все штабные работники прекрасные. Но видимо может быть другой совсем уровень. Так же как первая мировая война это была самая такая блеск это тачанка плюс химическое оружие. Вторая мировая война это была значит танки самолеты и атомные бомбы в конце. Третья мировая война это совсем другое уровень это роботы. Роботы нейтронная бомба такая гуманная которая материально техническое оборудование не портит она только биообъекты уничтожает до молекулярного уровня до микроба от микроба до слона все начисто почищает территорию и стерильные трупы все стерильные их потом мешках даже они не будут разлагаться просто складировать куда-то и все очень чистая бомба считается в кавычках конечно чистая бомба нейтронная это вот роботы и вот такие новые виды пучковые там лазерные но это не то как нейтронная бомба конечно это да ну и плюс конечно мощные термоядерные если была атомная первая бомба то сейчас термоядерные бомбы более высокомощные ну такие которые уничтожают начато жизнь на земле поэтому тут особого как говорится возраст уже не будет играть в управление а вот вопросы логики вопросы особенно ответственности то есть долга чувство долга и везение вот здесь будут играть конечно существенно роль на новом этапе вот такая вот обстановка у нас в день победы ничего хорошего конечно мы тут не видим вот там спасибо деду за победу это да но потеряны миллионы лучших людей лучших людей под москвой сложили это самый свет нации был слож а потом это не восстанавливается даже вот видите сколько 71 год прошло ничего не восстановили вот остатки те которые были еще до войны учились такие как вот ученые специалисты инженеры все а все остальное мы слизываем как всегда чипманим чипманим с запада и сейчас японии тут мы будем технологии менять на острова намечается такая вот вот мы будем а не нам а мы будем расплачивать территории ну в принципе вот тех то руководство которое это устраивает мы сейчас потихонечку от этих лишних территорий будем избавляться тем более в связи с таким экономическим кризисом хотя если тут уже такая технологическая держава как Израиль сюда приедет но она приедет не к нам она в Крым приедет и на Украину здесь она на север то она не пойдет дальше но немножко усилится Крым усилится Украина ну кроме специалистов из Израиля приедут же и люди которые умеют работать в кибуцах то есть у нас овощи будут и фрукты и все хорошего качества как Жириновский говорит нет худа без добра но командиры уже будут все титульные нации вот такие дела значит успехов никаких нету у нас военных вот сейчас в Сирии там никакого там ноль успеха никакого нет даже минус почему потому что эти вот бомбежки они это отрабатывают отработать но оно нулевой обратный даже вариант имеет обратный гибели своего состава и лишних людей которые не причастны к этому к ИГИЛу они гибнут то есть не попадает в цель ни одна ни один сброс боеприпаса не привел к политическим последствиям если сброс двух всего бомб на Хиросиму Нагасаки оно привело к большим политическим последствиям то есть ликвидировалась эта вся система японская и даже сейчас японцы считают что они тем самым выиграли войну кто выиграл войну США Англия Япония в Америке задали вопрос а Россия не выиграла ну и правильно где у России выигрыш она полонелизм до сих пор еще должна мы вот бумаги не покупаем до сих пор и пока покупаем разрешают нашей власти сидеть нику корекать а как только прекратили покупать все наезд санкции офшоры вскрыли то вскрыли все прижали опять поджали вот такова у нас политическая военно-политическая раскладка то есть радоваться нечему ну можно конечно политику можно и факельное шествие устраивать вместо факельного вот этот вот ход с этими с портретами я тоже могу этих портретов не хватит рук у меня чтобы всех родственников погибших уместить в один портрет они не вложатся или портрет будет очень огромного размера который не поместится даже на этот музей на красной площади который красный музей стоит не поместится то что моя родня погибла вот в этой в мясорубке большой еще историю ее надо раскрывать мы не знаем еще стратегических целей Сталина потому что это был человек крайне скрытный и связанный с оккультными вещами и его тайные как говорится ходы и к чему он стремился векторы мы не знаем или он просмотрел этот ход войны или это было как в первой мировой войне договорная вещь ты Вилли а я вот это как я Коля а ты Вилли давай мы с тобой вот шахматы поиграем на ТВД вот есть такая такое соображение что это была такая шахматная партия на выбивание народа договорная война так называемая вот это предстоит еще вскрыть хотя документы многие уничтожат но вот люди обладающие которые обладают логика интуиции в отличие от меня они могли бы вот заняться этим вопросом если у вас есть эта логика интуиции вот в этой пифагорской матрице то вы можете даже не имея документов никаких разложив факты на столе можем прийти к этому выводу чем руководствовалось высшее руководство страны в 41 году когда оно всячески даже комсостава зомбировало на то что войны не будет и в то же время тормозило отдавать приказ на развертывание войск и не давало патронов солдатам кто в этом был виноват и какую цель это преследовало может быть Грузии далеко туда не дойдут до Грузии а мы немножко тут почистим до Москвы вот такая могла быть цель так же как вот у Суворов в свое время он же привел фактически масон Суворов он то есть Кутузов я простите я оговорился не Суворов Кутузов масон Кутузов привел под Москву и позволил жечь Москву и это это было чисто договорная масонская штучка была а потом дальше уже этих всех закопали и все и получается и там во Франции хорошо и тут у нас хорошо вот то есть тайных пружин войны мы до сих пор не знаем ни одной войны кстати говоря вот зачем Александр Македовский пошел в Индию кто его туда гнал казалось бы у него было все схвачено у него и в Африке на Среднем Востоке на Ближнем Востоке на Севере даже он вот цедулю нам написал что вот мы тут должны тут хозяйничать славяне на этой территории нам ярлык дал Александр Македонский а кто-то его ведь заставил в Индию туда идти вот к этой по погибельным пути какая пружина была кто-то был такой Аристотель но его тайной пружины мы не знаем вот такие рассуждения в День Победы всего вам доброго до следующих встреч будьте здоровы и мира нам на земле и процветания чтобы нами никакие безумцы не смогли руководить до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч до следующих встреч